Новые узкие светодиодные фары, решетка радиатора и бампер. Противотуманки переехали на подбородок, а над ними огромные воздухозаборники. А еще автомобиль стал умнее и безопаснее. Представлен рестайлинг среднеразмерного премиального кроссовера Lexus RX 4-го поколения, который вышел на рынок в 2015 году. Снаружи, как видите, изменений немного. Основные сосредоточены впереди. Сзади и вовсе повторение пройденного материала. Из отличий у фонарей новая графика, немного иначе оформлены бамперы, диффузор и выпуск. Еще добавлено несколько цветов кузова, а также появился новый дизайн колесных дисков размером 18 и 20 дюймов. Тем не менее, казалось бы, эти незначительные изменения сделали внешность автомобиля более динамичной и, я бы сказал, хищной. В первую очередь, конечно, благодаря более узким фарам и интегрированной в них вездесущей буквой L. Визуальные изменения в интерьере тоже незначительны. Немного поменялась компоновка центральной консоли и появился тачпад вместо джойстика. Судя по другим свежим моделям Lexus, которые уже побывали у меня на тесте, это и самый маленький кроссовер Lexus NX и седан ES нового поколения, решение с тачпадом далеко не самое лучшее. Пользоваться им откровенно неудобно. Куда эффективнее управлять функциями автомобиля получается с помощью сенсорного дисплея, дизайн которого на RX тоже немного изменился. Модернизированный медиа-центр сочетается с мониторами 8 или 12,3 дюйма в зависимости от комплектации. Интерфейс немного упростили, что хорошо. Также мультимедиа RX теперь распознает голосовые команды и дружит со всеми возможными интернет-сервисами. Apple CarPlay, Android Auto, Amazon, Alexa. Нет в этом списке только Яндекс.Авто, но и его появление вполне возможно. Подрулевые лепестки и фирменный комплекс безопасности в списке стандартного оборудования. Электроника способна обнаруживать велосипедистов при дневном свете и пешеходов даже в темноте, считывать дорожные знаки и разметку. Моторная гамма осталась прежней, но есть изменения и в железе. В подвеске теперь применяются облегченные и более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости и новые амортизаторы. По заявлению производителя, доработки призваны улучшить управляемость кроссовера и одновременно повысить уровень комфорта. Кроме того, предлагается сразу два опциональных пакета F-Sport. Первый делает внешность кроссовера более агрессивной, а второй нацелен на отточенную управляемость. Помимо спортивных амортизаторов он включает в себя дополнительный режим работы бортовой электроники Sport Plus и иные настройки рулевого управления. Правда, все это пока актуально для рынка США. Будут ли такие пакеты доступны для российских покупателей, на данный момент неизвестно. Сейчас у российских дилеров кроссовер доступен с двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил и трехлитровым V6 мощностью 301 лошадиная сила, а также в гибридной модификации RX 450H. Цены стартуют с отметки 2 миллиона 833 тысячи рублей за переднеприводную версию с шестиступенчатым автоматом и двухлитровым турбомотором. Точной даты появления обновленного Lexus RX на российском рынке пока нет. По неофициальной информации, полученной от дилеров, автомобиль появится в продаже осенью этого года. Смотрите также на моем YouTube-канале и на сайте Михельсон ТВ свежие тест-драйвы с новым китайским кроссовером Cherry Tiggo 7, стоимостью в барзовой версии чуть меньше 1 миллиона рублей, и обзор топ-5 самых интересных субкомпактных кроссоверов второй половины 2019 года. А в рубрике travel недавно опубликовано большое видео о путешествии по Горному Алтаю из города Барнаул через Бийск по Чуйскому тракту под ножью горы Белуха в села Усть-Кокса и Тюнгур. Так что если планируете летнее автопутешествие, непременно посмотрите и это видео. Традиционно буду вам благодарен за лайки, плюсики и перепосты, но ставьте их только тогда, когда видео действительно вам показалось полезным или было интересным. Также традиционно в заключении желаю удачи на дорогах. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!